Я из самой ужасной страны в мире на сегодняшний день Что хуже, чем ДНР? Я не знаю, я не была в ДНР А вы из ДНР? Украина, Донецк А, вы из Донецка? Я вас записываю Можно? Могу закрыть лицо Вы блогер? Закрыть лицо? Пообщаемся Есть пару вопросов Ну, закройте Все, закрыла Вопрос Вы смотрели последние события украинские? Вас не видно, не переживайте Вы смотрели последние украинские события? Как они, вот это вот, голосование за землю, продажа земли и прочее, прочее? Нет еще Вчера буквально они там ночью подписались? Нет, не смотрел Я на работе был Ну, а как вы вообще, вот, ваши представления, да? Отлично Насчет продажи земли, что ли? Конечно Ну, вы согласны, да? С тем, что надо продавать землю? Думаю А что здесь плохое? Нет, ну, то есть, в такой момент, когда идет кризис, да? Когда сумасшедший кризис идет И у людей, даже в Европе на сегодняшний день многие жалуются, что им уже нечего есть Потому что они не работают, сидят дома Вот, то есть, пришел такой момент, когда, ну, реально людям фиговато, знаешь И вот в такой момент, когда можно будет скупить это все за копейки И они протаскивают этот закон Знаете, это хорошо? Какой смысл? Что этой землей так же самопользуется, авендатор, выжимает с нее все, что может И бросает И бросает И есть куча селян, у которых есть паи и прочее Но они ничего не видят Он может заплатить, он может заплатить, может не заплатить Но это хотя бы останется в их пользовании, хотя бы детям, внукам Они этим не пользуются, ни они, ни дети, ни внуки Ну, то есть, вы считаете, это все правильно, да? Думаю, да, если в это будут вложены деньги, это будет какой-то производство Кто вложит деньги? Тот, кто купит землю А что он туда, зачем? Смысл? Смысл? А смысл просто ее иметь Нет, ну, что вы имеете в виду, подразумевая под тем, что он вложит деньги в землю? Развитие сельского хозяйства Если человек берет землю, он хочет с нее что-то поиметь И если земля в аренду берется, человек сдерживает только сроки аренды Он с нее выжимает все После него будет 10 лет, там ничего расти не будет Он поднял за 2-3 года нормальные бабки Смотал удочки и поехал, и взял землю в другой местности А может, в той местности только чуть-чуть левее, прямее А ваш пай, на котором 10 лет ничего не будет расти Вы за него ни копейки не получите Вы хозяева У вас нет своей техники, чтобы ее обрабатывать Вы ее не можете продать Вы свое ничего можете завещать Огромное вам за все называется От всех Кто выехал с этого Как вы считаете? То есть вы считаете, что зайдут какие-то инвесторы, да? Которые будут эту землю развивать? Думаю, да Думаю, да И почему бы нет? Действительно То есть они будут развивать инфраструктуру Да, будут вкладываться в Украину Потому что там у них земля Правильно Как считаете? Я думаю, да Я сомневаюсь Вашу праву У нас в Молдавии была такая же история У нас от этого рапсы еле избавились Подсолнечник Сейчас у нас что растет? Подсолнечник, рапс Ну здесь хорошо Если, допустим, у вас есть пай И на нем растет рапс После рапса сколько еще не растет лет На этом поле? Ничего Ну, тот, кто берет в аренду Вот тот, кто берет в аренду эту землю, да? Ну То есть он действительно что-то там развивает То есть это свои берут в аренду Не импортные, свои Ну, вот он развил Он развил, он взял на год 100 гектаров поле Засадил рапсом Сдал этот рапс Ну, подождите Я же как дольщик Ну, как даю ему эту землю Я же там даже могу регулировать Я могу подписать Что там выращивать Вы отдаете за Грубо говоря, что вам дадут Это копейки в конечном итоге А если вы откажетесь Вам ничего не дадут Вот и все Вот и вся суть вопроса А после того, как возьмут И вам что-то дадут Вам можно еще лет пять ничего не давать А если Бог даст Вы умрете И дети ваши не успеют сделать Договор Можно оформить фиктив И вашим еще пользоваться Подождите, а что на развиваривании Передается по наследству Типа и А наследство надо оформить Ну, и что, и все Так любое наследство Подождите, подождите Любое наследство надо оформить Ну, правильно Вот полгода подождут Пока вступят в право наследования Если нет прямого замещания А если Еще какой-то бумажки Легкой формальности какой-то Не будет достаточно Можно посудиться немножко Правильно? То есть, я так понимаю Вы одобряете Да, я все поняла Да, да Судебные издержки Я все поняла Вы какой-то Морозите Ну, ладно Черт с ним Ладно Зайдут богатые инвесторы Вложат деньги в инфраструктуру Будут развивать село Да, вот То есть, у вас вот такие думки Я думаю Вы точно Да А вы бы свою землю Вот так продали? Мне сельское хозяйство Никогда Меня интересовало Ну, вдруг Вот вдруг Вы Ну, хорошо А что вас интересовало? Меня? Торговля Ну, вы бы свою Торговую точку Которая вам приносит Пусть небольшое Но прибыль Продали бы? Для чего? Во имя чего? Просто продали бы? Потому что жрать нечего Потому что придут какие-то нацики Которые вам сделают предложение От которого вы не сможете отказаться Продали бы? Была У меня была точка Но вы ее продали? Нет А что вы сделали? После россиянии У меня нет точки До свидания Я понял Кто у вас забрал точку? Какая разница? Интересно? Нет Какая разница? Ну кто? Россиянии у вас забрали точку? Вы начинаете надоедать вопросами Я тебе покажу Чтоб донецкие тебя увидели Россиянии вы забрали точку Иди гуляй Россиянии Ты такой же донецкий Как я балерина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому